Парсен. И на душе снова солнечно. Из-за жары и ветра ваши губы стали сухими и обветриваются, и ни один бальзам не может им вернуть прежнюю мягкость. Ну что же, прямо сейчас наш косметолог Олечка Метельская поделится рецептом уникального блеска бальзама, эффективность которого она сама лично проверила в самых экстремальных условиях. Встречайте Олю. Здравствуй, дорогая. Здравствуй, Надя. Я так сказала об экстремальных условиях, но сама-то еще не зная, в чем тут дело, и ты знаешь экстрим, и ты, для меня это абсолютно разные вещи. Ой, ну честно говоря, для меня экстрим – это тоже шок, это новые эмоции, новые впечатления, что не сделаешь ради того, чтобы проверить, что твое средство действительно эффективно, и что оно работает. Что касается проблемы, которую мы сегодня пытаемся решить, она чрезвычайно распространена. Сухой летний воздух, солнечные лучи и наше желание быть красивыми порой абсолютно несовместимы. У меня масса подруг, которые жалуются на сухость кожи губ, да я и сама от этого страдаю. Но одно дело просто – сухие губы, которые шелушатся, а другое дело, когда это становится крайностью. Начинаешь губы покусывать, обдирать вот эти вот шкурочки, кровоточить, такие трещинки неприятные образовываются. Ну, в общем, это катастрофа, я считаю. Ну да. Мы можем нанести солнцезащитный крем, достаточно плотненький. Большинство кремов, они как бы моментально стираются у нас с губ. То есть нужно что-то такое, чтобы у нас и хорошо увлажняло, и хорошо питало, и защищало. И более того, очень хорошо бы реагировало и на ветер, и на солнце, и еще на какие-то перепады температуры. Ну да, а еще желательно, чтобы то, что мы на губы наносим, было красивым, то есть украшало наши губы. Да. Мы хотим и красивое, и дешевое, и эффективное, и натуральное. В общем, такого не бывает. Бывает. Мы сделали такой бальзам, действительно подтвердили, что это средство работает, и для этого мы устроили тест-драйв, не пугайся, на парашютах. Итак, сегодня мы познакомимся с мастером спорта международного класса по парашютной групповой акробатике Анастасия Крязникова. Здравствуй, Настя. Здравствуйте. Столько наслышано о тебе. Вот скажи вот честно, вот как губы реагируют на эти условия? Честно? Честно, да. Вечером невозможно улыбнуться, потому что до крови трескаются. Видишь, не могу нормально разговаривать. У меня даже сейчас насколько сильно обветренные губы. Понимаете, мы падаем на бешеной-бешеной скорости. И мало того, что там очень холодно, там с каждой тысячей минус 7 градусов. То есть если у нас на земле там есть плюс 30, то там минус 5, понимаешь? Ааа. И мало того, что холодный воздух, ты же падаешь на скорости, ну, минимум 200 километров. И просто настолько выбивает у тебя всю эту влагу из твоих губ. Просто высыхают. Моментально высыхают. Если вот ты прыгаешь так часто и постоянно, неужели ты не нашла никакого средства, чтобы решить проблему? Это не только моя проблема, на самом деле, проблема у всех девочек-парашютисток. Чего я только не перепробовала. И дорогими, и дешевыми. Скажи, а насколько дорогими были твои средства? За 50 долларов это было самое дорогое. Брала и подешевле, и за 30 гривен. Ну, как вы видите, я пока не довольна ничем. Эффект достойный не получился. Ну, Настя, я тебе хочу предложить средство, которое обошлось в результате изготовления всего 5 гривен. Ты готова на себя нанести? Да. Готова? Да. Держи, тогда это тебе. Спасибо. Я буду очень счастливой. Не только я, а все девочки-парашютистки, если оно поможет. Хорошо, давай смотреть. Ребята, а вы хотите попробовать бальзам? Мы хотим. Держите и вам. Класс. А еще это можно и мужчинам, так что вам тоже. СМЕХ Ну и как? Прыжочку готова, на тестинг готова. Отлично. Будем ждать результат. Ну все, желаю удачи. Спасибо. Жду внизу. Да, встретимся на земле. Отлично, отлично. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ура! 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 Здорово! Слушай, так красиво, так круто! А как там, так летело, так летело! А как там, так свежо! Ну, честно говоря, влажность-то чувствуется. На самом деле, выбраны уже свой пятый прыжок, и, как видите, губки до сих пор блестят и влажные. И, надеюсь, я сегодня вечером буду улыбаться. И очень хочу узнать рецепт, потому что эффект на лицо. Невероятно! Скорее раскрывай рецепт. Для приготовления бальзама нам понадобится наша водяная баня и четыре самые необходимые баночки. Хочу сказать, что, Надя, у нас в результате получится вот такая вот красотинь. Смотри. Ух ты! Это не просто бальзам, который ухаживает за губами. Это еще и блеск, и цвет мой любимый практически. Такая прелесть. Ну, мы сможем подобрать вот как раз вот цвет чуть попозже, то есть ты сама выберешь, какой ты хочешь. Либо, как вариант, возможен и бесцветный бальзам. Просто ухаживающий, да? Да, просто ухаживающий, который подойдет и для мальчиков, и для девочек, и для деток. Тут в основе идет пчелиный воск, масло шим, масло кокоса и немножко меда. Какие прекрасные компоненты. Сразу один из них вызывает некоторые сомнения. Я имею в виду мед. Часто аллергия бывает. Можно будет чем-то заменить? Можем добавить немножко оливкового масла. Угу. Отлично. Как же перемешать все эти компоненты, чтобы получился не только полезный и приятный бальзам, но еще и вот такая консистенция, которая удобна для применения, потому что можно взять даже самолет, как мы уже поняли. Куда угодно, и в поезд, и в дорогу, и в лодку. Итак, сначала мы берем одну чайную ложку пчелиного воска. Пчелиный воск очень хорошо питает, делает наши губы более мягкими. Очень хорошо обволакивает кожу и создает защитную пленку. Следующее масло шим делает кожу более мягкой, более нежной. Очень хорошо заживляет. Нам нужно две чайные ложки. Так, следующее кокосовое масло. Всего лишь одна чайная ложка. Прекрасно. Да. Во-первых, кокосовое масло обладает солнцезащитными свойствами, природными. Как раз, когда мы будем наносить наш бальзам в экстремальных солнечных условиях, еще мы получим дополнительное СПФ хотя бы около 8, либо 10, в зависимости от качества кокосового масла. Итак, раздапливаем все эти три ингредиента на водяной бане до однородного состояния. Потом нужно будет снять и ждем, чтобы немножечко остыло. Вот мы увидим, вот за счет того, что в составе идет средство воск, начинает немножечко вот белеть и густеть, мы сразу можем добавить меда. Нам понадобится буквально половина чайной ложки. И останется последний этап после того, как все станет однородным. Это перелить в баночку и либо оставить наш бальзам бесцветным, либо придать ему оттенок. Да, отлично. Это уже получится блеск бальзам. Придает наш цвет, это косметический пигмент, который можно купить в магазине для мыловарения. Это не секрет. А дорого. Порядка где-то 12 гривен. Переливаем и прямо в баночку добавляем пигмент. Так, а вот как раз сейчас, Надя, можешь выбрать, какой цвет тебе больше всего нравится. Конечно же, розовый. Итак, нам понадобится совсем чуть-чуть пигмента. Буквально вот. И так вот мы перемешиваем. И потом нам нужно дать постоять нашему бальзаму, но где-то минут 20-25, причем не в холодильнике, а вот обычно. И он естественным образом застынет. И станет вот такой идеальной консистенцией. Для приготовления бальзама нам понадобится пчелиный воск, масло ши, масло кокоса, мед и косметический пигмент. Берем одну чайную ложку пчелиного воска и растапливаем на водяной бане. Добавляем две чайные ложки масла ши, одну чайную ложку масла кокоса. Все перемешиваем, растапливаем до однородной массы и снимаем. Немножко остужаем. Добавляем половинку чайной ложки меда. Перемешиваем и переливаем в свежую баночку. Если хотим получить цветной бальзам, добавляем косметический пигмент, тщательно перемешиваем. Даем остудиться минут 20-25. Олечка, спасибо тебе огромное. Пожалуйста, пользуйтесь. Продолжение следует...